Здравствуйте, в эфире программа Сау Балашак онлайн. Мы продолжаем показывать как в домашних условиях можно привести себя в форму без спортивного инвентаря. В этом сезоне мы подобрали упражнения так, чтобы с вами могли заниматься ваши дети. Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство не может заменить физические упражнения. Начнем нашу тренировку. Тяга к поясу в планке. Это движение стабилизирует корпус и исправляет осанку. Она подходит для тех, у кого сутулая спина и выпирающий живот и может выполняться с относительно легким весом, расположив руку на средней линии тела между руками, а корпус параллельно к полу. Далее нужно втянуть живот, упереть стопы в пол, сократить мышцы передней поверхности бедра для стабилизации, освободить правую руку и захватить ее бутылку. После этого выполняется тяга одной бутылки к поясу. При этом стараться не перекашивать корпус так, чтобы позвоночник оставался в плоскости, параллельный к полу. Это упражнение может включаться как в тренировку спины, так и в интервальную тренировку. Рекомендуем выполнить данное упражнение не менее 12 повторений в 4 подходах. Следующее упражнение. Отведение рук назад в наклоне. Поставьте ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед так, чтобы плечи были немного выше уровня таза. Руки опущены вниз, согнутые немного в локтях. На выдохе начинайте заводить руки назад по дуге, не сгибая локтей. В верхней точке сделайте задержку на 3 секунды. После по той же траектории верните руки в исходное положение. Не допускайте раскачивания. Выполните это упражнение на 20 повторений 4 подхода. Следующее упражнение. Становая тяга. Для этого упражнения нам нужно 2 бутылки. Возьмите их в руки. В верхней точке амплитуды тело находится в ровном положении. Ноги расставлены, немного уже плеч. На вдохе начинаем опускать корпус вперед. Ноги при этом немного сгибаются в коленях. Следите за спиной, чтобы не было прогиба в поясничном отделе. Спина должна быть ровной, как в начале, так и в конце амплитуды. Данное упражнение укрепляет ваши поясничные мышцы. Также задействует ягодицы и бицепс бедра. Желательно сделать не менее 15 повторений. 4 подхода. Следующее упражнение. Перевернутый снежный ангел. Для этого упражнения вам необходимо широко разводить руки, описывая окружность. Руки при этом движутся по полной амплитуде из-за головы до бедер для тотальной проработки трапеций широчайших ромбовидных и мышц разгибателей. Когда сможете удерживать тулыши и руки над полом, отведите плечи назад и зафиксируйте это положение для максимального напряжения мышц. Лягте на пол или коврик лицом вниз. Вычините руки вдоль тела ладонями вниз. В руки нужно взять бутылки. Медленно разведите руки в стороны, пока не коснетесь затылка, соединяя бутылки перед собой. Медленно верните руки в исходное положение. Убедитесь, что ваши руки прямые и локтевые суставы твердо зафиксированы на протяжении всего упражнения. Рекомендуем делать данное упражнение не менее 20 повторений в четырех подходах. Следующее упражнение. Разведение в рук в сторону. Гармошка. Встаньте ровно, ноги на ширине плеч. Руки зафиксируйте на уровне солнечного сплетения. Это исходное положение. Начните медленно разводить руки в стороны, немного развернув ладони к полу. Разводим руки чуть шире уровня плеч. После возвращаем в исходное положение. Рекомендуем сделать данное упражнение не менее 30 повторений в 4-5 подходов. Следующее упражнение. Отжимания узким хватом от стула. Укрепляем руками в сиденье стула. Ноги расставлены на ширину плеч. Отжимания нужно выполнять с постановкой рук не шире 20 сантиметров между ладонями. Следите за спиной, не допускайте прогибов. Руки вдоль тела, а локти прижаты к корпусу. Опускайтесь плавно и медленно, без резких рывков. В нижней точке паузу делать не нужно. Возвращайтесь в исходное положение, полностью выпрямляя руки в локтях. Следует выполнить от 10 до 20 повторений 4 подхода. Продолжение следует... Следующее упражнение. Планка с разгибанием рук в локтевом суставе. Тяжелый вес не нужен, чтобы проработать любую группу мышц. Кроме того, в движении работают пресс, бедра, ягодицы и даже мышцы спины. Принимаем упор на ладони и носочки. Стабилизируем корпус, стягиваем живот. Освобожаем правую руку, выводим ее так, чтобы можно было согнуть и разогнуть локтевой сустав. Выполняем сгибание в локтевом суставе, а затем разгибание. Сделайте по 20 повторений на каждую руку. 4 подхода. Следующее упражнение. Жим Арнольда. Возьмите бутылки, сядьте на стул, поднимите их перед собой, сгибая руки в локтях. Хват должен быть локтями к себе. Трицепсами не опирайтесь на грудь. В исходном состоянии бутылки должны быть немного ниже мочек ушей. Сделайте вдох и на выдохе поднимайте руки вверх, разводя их по сторонам, проворачивая ладони от себя. В верхней фазе траектории сожмите дельты, но не разгибайте полностью локти, так как это снимает нагрузку с плеч. Вверху руки подняты со слегка согнутыми локтями, а ладони должны смотреть вперед. Опустите руки, развернув бутылки хватом к себе и выведите локти немного вперед, перед грудью. Выполните упражнение на 20 повторений, 4 подхода. Следующее упражнение. Разведение рук с бутылками в стороны. Положение лежа на боку. Лядьте на коврик боком, облокотившись на руку. Бутылку возьмите в свободную руку и вытяните ее вдоль тела. Это исходное положение. На выдохе начинайте поднимать руку с бутылкой вверх, пока бутылка не достигнет уровня плеча. После на вдохе верните ее в исходное положение по той же траектории. С нижней точкой следите, чтобы рука не касалась тела. Повторите это упражнение на 20 повторений. Желательно сделать не менее 4 подходов. Упражнение должно выполняться монотонно, без рывков во всей амплитуде. Субтитры сделал DimaTorzok Следующее упражнение. Складка на стуле. Нужно сесть на стул и ухватиться руками за сидение. Немного приподнять ноги вверх, сведя ступни вместе. Быстрыми и короткими движениями выполнить 15 подъемов в колене и груди. Отдохнуть не более минуты и повторить упражнение в четырех подходах. Продолжение следует... И последнее упражнение. Обратное скручивание. Исходная позиция. Ложимся на пол, руки держим выпрямленными вдоль тела. Они помогут вам лучше контролировать движение. Ноги следует немного согнуть в коленях. Начинайте поднимать ноги вверх, делая при этом выдох и плавно поднимаете поясницу с поверхности. Это обеспечивает наилучшее сокращение мышц пресса. Плавно отпустите ноги и низ спины вниз, делая вдох. Работать нужно по той же схеме, что и в обычных скручиваниях. В укороченной амплитуде с постоянным напряжением мышц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом наша тренировка подошла к концу. Хотелось бы напомнить, что один час тренировок это всего лишь 4% вашего дня. Хотелось бы выразить огромную благодарность Акимату города Алматы. Увидимся в эфире.